Теперь идет переход на разъяснение различных вопросов, которые касаются конкретных животных. Первый вопрос. То есть, если человек на охоте убил кого? То есть, страуса. Что он должен принести в жертву взамен этого страуса? Большинство ученых считает, что он должен принести подобное животное из домашних животных. А конкретно верблюд. То есть, когда говорят бадана, имеют в виду кого? Верблюда. А домашние животные вообще, кто имеет в виду под домашними животными? Три вида животных, как мы говорили. Так или нет? Бахима Туланаан – это либо барашек, либо корова, либо верблюд. Если человек принес, или точнее убил на охоте страуса, то большинство ученых считает, что он должен в возмещении этого принести в жертву верблюда. И в этом вопросе вообще не передается разногласие ни от кого, кроме от Ибрагима Нахаи и от Абу Ханифы. Они сказали, что он должен принести или в качестве искупительного действия отдать цену этого страуса. То есть, узнать, сколько стоит подобный страус и отдать деньги. То есть, раздать деньги кому? Беднякам. Сказали, или посчитать, сколько денег стоит этот страус, потом посмотреть, какое животное он может купить за эту цену, корову или верблюда или барашка, и купить, соответственно, это животное и принести его в жертву. И также обычно Абу Ханифа и Ибрагима Нахаи отвечают относительно других животных. Понятно ли, что значит они говорят? Что он должен либо возместить цену этого животного, либо за сумму, столько, сколько это животное стоит, посмотреть, что он может купить взамен на рынке. То есть, верблюда или корову и тому подобное. Но в этом вопросе, говорит, мнение первое является правильным. Почему? Потому что пришло сразу от целой группы сподвижников, что они вынесли такое постановление в этом вопросе. Какое постановление? Что за убийство страуса необходимо принести в жертву верблюда. Во-первых, это пришло от Ибн Аббаса различными снадами, так что эти снады доходят до уровня хорошего снада. Пришло от Ибн Масуда, но с прерванным снадом. Пришло от Умра Ибн Каттаба, от Усмана, от Али, от Зайды Ибн Сабита, и снад также прерван в двух местах. То есть, от некоторых сподвижников пришло достоверно, от некоторых недостоверно. И как мы договаривались, если сподвижники вынесли постановление относительно какого-то конкретного животного, то мы действуем по этому постановлению. Знаешь, правильный мнение вопрос какое? Если человек на охоте, находясь в храме, убил страуса, то жертву он должен принести взамен верблюда. Далее, следующий вопрос.